Привет! Сегодня я собираюсь поговорить об Объединенных Арабских Эмиратах, у которых есть правдивые и невероятные факты, отсеивая ложную информацию, распространяемую из уст в уста. Известные как страна запретов, Объединенные Арабские Эмираты стали популярной достопримечательностью для людей своими туристическими городами. Вы будете потрясены тем, что услышите об Аравии, где женщины не могут жить свободно и жить по строгой религии. Хотя Объединенные Арабские Эмираты и являются одной из самых больших стран мира, но почти все они пустыни, под этими землями есть нефтяные скважины. Площадь этой страны составляет 83 600 квадратных километров. Страной управляет Федерация Семи Эмиратов, управляемая монархией. В Объединенных Арабских Эмиратах Эмираты независимы во внутренних делах и подчиняются Объединенным Арабским Эмиратам во внешних делах. Уровень жизни здесь очень высокий, годовой доход на душу населения составляет 70 000 долларов. Объединенные Арабские Эмираты, считающиеся одной из самых богатых стран мира, раньше нуждались в помощи. Арабы, которые годами жили под британской колонией, и судьба страны резко изменилась с открытием нефти в 1960 году. В 1971 году он провозгласил свою независимость, создав Федерацию из Семи Эмиратов. Абу-Даби, столица страны и второй по величине Эмират, также является политическим, промышленным и культурным центром страны, Абу-Даби владеет 94% нефти. Крупнейший город Дубай, всемирно известный город. У него самый либеральный режим внешней торговли среди стран Персидского залива. Только в 2019 году с населением 3,38 миллиона человек он привлек 17 миллионов туристов. Дубай считается воротами Объединенных Арабских Эмиратов в мир. Дубай, известный как город золото, является домом для крупнейшего в мире рынка ювелирных изделий и золота. В стране нет налога на прибыль. Важнейшим источником дохода Объединенных Арабских Эмиратов является нефть. Страна является седьмой самой богатой страной в мире по запасам нефти. Запасы нефти в 1993 году оценивались в 64 миллиарда 750 миллионов баррелей. В феврале 2021 года Объединенные Арабские Эмираты внесли существенные изменения в закон о гражданстве. Правительство разрешит натурализацию квалифицированных инвесторов и людей с особыми способностями вместе с их семьями. Объединенные Арабские Эмираты стремятся привлечь особые таланты, а также инвесторов, которые могут внести свой вклад в их экономику. Город Дубай, центр Эмирата Дубай, также является коммерческим центром. Официальным языком в стране, как и в других арабских странах, является арабский. Обучение обычно проводится на английском языке, и английский язык широко используется, особенно в деловой жизни. Эта страна, которая принимает больше всего иммигрантов в мире, на ее территории сохраняется больше культур, чем ее собственная. Страна состоит из более чем 200 национальностей. 72% населения составляют мужчины и 28% женщины. Официальная религия Объединенных Арабских Эмиратов – ислам. 55% населения страны составляют мусульмане, 25% индуисты, 10% христиане, 10% буддисты, иудеи, атеисты. Так как здесь нет подоходного налога, многие люди хотят получить здесь гражданство, получение здесь требует очень серьезного процесса. Образование и здравоохранение бесплатны для коренных жителей страны. Они платят меньше за такие расходы, как электричество и вода. Чтобы стать гражданином, недостаточно родиться на этих землях или выйти замуж за гражданина. Чтобы стать гражданином, женщина должна выйти замуж за эмиратовца и стать гражданином, если у нее есть ребенок после 7 лет брака или прожив в браке 10 лет. Но если мужчина женится на женщине из Эмирата, у него нет шансов получить гражданство. Если мужчина из Эмирата женится на женщине из Эмирата, государство дает в подарок 30 тысяч долларов и землю, если они в ней нуждаются. Если у них есть дети, они дают деньги, и когда ребенок вырастает, они могут учиться в любой точке мира с государственной стипендией. Неписанное правило Эмиратовцы всегда правы во всем. Если вы поссоритесь с эмиратовцем вас, несомненно, депортируют. Здесь все очень осторожно. Благодаря этим строгим законам Объединенные Арабские Эмираты находятся на третьем месте в мире по уровню преступности. Абу-Даби был выбран самым надежным городом в мире. Люди, живущие в Дубае, даже не запирают двери, потому что там нет воровства. Эмиратовцы имеют право не ходить на работу, они делают деньги из воздуха. На рабочих местах зарплаты выдаются по национальностям, например, турок будет получать больше, чем индус, но меньше, чем англичанин. Замужние женщины обязаны получить разрешение от мужа при открытии счета в банке, покупке машины и на работу. Женщины живут очень комфортно дома, чтобы заботиться о детях есть горничные для работы по дому. 70% выпускников университетов – женщины. Это одна из самых засушливых стран в мире, но из-за ее богатства и технологической мощи идут дожди. Даже в холодные месяцы температура не опускается ниже 17 градусов. Летом ощущается температура до 55 градусов. На автобусных остановках в стране есть кондиционеры. Во всех транспортных средствах и предприятиях общественного транспорта установлена система непрерывного кондиционирования воздуха. Дороги в Дубае и Абу-Даби очень широкие. На дорогах в Абу-Даби есть даже железные частицы на земле, если водитель нарушает правила дорожного движения и уходит с дороги, колеса автомобиля застревают в этих железках и предупреждают водителей. В автобусах есть места для замужних и одиноких женщин. Женщины сидят впереди автобуса, мужчины сзади. В Дубае, если вы заплатите дополнительные деньги, то получите золотую карту перед входом в метро, вы можете удобно сесть и комфортно пользоваться метро. Поговорим о запретах, в Рамадан запрещено есть публично, независимо от вероисповедания, и за нарушение этого правила можно получить различные штрафы. В этом месяце работа длится полдня, а школы заканчиваются рано, запрещено держаться за руки, целоваться или заниматься какой-либо интимной близостью на публике. Неженатым мужчинам и женщинам не разрешается проживать в одном доме. Это страна, где гомосексуальность приводит к тюремному заключению. Прелюбодеяние является одним из самых больших преступлений. Это штраф от 500 тысяч дирьхам, до 2 миллионов для тех, кто использует VPN для получения услуг, запрещенных государством. Несанкционированные фотографирования людей здесь является серьезным преступлением. Очень важно соблюдать правила дорожного движения. Проехать на красный свет три раза равносильно тюремному заключению. Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире высотой 828 метров, является самым популярным сооружением в Объединенных Арабских Эмиратах. Общая стоимость здания, которое было построено за 6 лет, составляет полтора миллиарда долларов. Самый высокий отель в мире находится в Дубае. В 1999 году здесь был возведен первый в мире 7-звездочный отель Бурдж-Аль-Араб. Богатые Эмираты приручают животных, которых запрещено приручать в их домах. Пальма Джумейра, самый большой в мире искусственный остров. Этот остров в форме пальмы можно увидеть из космоса. Роскоши запреты Объединенных Арабских Эмиратов бесчисленны. Я собрал для вас самые популярные из них. Я надеюсь вам понравится, если вы хотите увидеть больших, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Увидимся в следующих видео.